Всем привет! Мы на очередной московской выставке и сейчас хочу рассказать о новинках спиннингов для начала. Что именно сделано в этом году, для чего и как. Новинок в этом году не сильно много, поэтому много времени, слава бога, не займет. Значит, поехали начнем, наверное, с Лайта. В Лайте у нас новая серия Аватар. Это логическое продолжение серии Ареал. И сделано, скажем так, для замены именно серии Ареал во всех его проявлениях. То есть там Ареал, Ареал Нью. И сделано немножко по другому принципу. Мы сейчас возьмем, как бы рассмотрим, там всего лишь четыре палки. Больше, я считаю, особо сильно не нужно. Самая короткая модель 0.5, 5. Что такое Аватар 0.5? Во-первых, это средний строй, при этом спиннинг достаточно жесткий. Что нам это дает? Во-первых, это нам дает колоссальные преимущества удальности. То есть, по сравнению с обычным строем, крэнк улетает примерно процентов на 30 дальше. Как бы, если нормальная дистанция заброса чайника метров 25, здесь он мне удается положить его за 30 метров. Второй немаловажный момент, это то, что при таком строе у нас идет равномерная нагрузка при увеличении упористости приманки. То есть, при тесте 0.5.5 мы можем спокойно работать колебалкой 0.5 грамма. Ну, лучше, конечно, уже 0.7 начинается, да? Вот. И при этом 5-граммовый достаточно упористый крэнк этот спиннинг в дугу не согнет. Вот это первая модель, скажем так, которая самая, самая легкая. Злая, потому что больше все-таки здесь акцент идет даже не на крэнк, а скорее на колебалку. Вот. А колебалка это точечная ловля, нам надо куда-то попасть. Попасть, соответственно, и уже сделать правильную проводку. Поэтому точность играет роль, поэтому по сравнению там, например, с другими, по соотношению теста и жесткости, эта модель относительно жесткая. Следующая. Следующая модель, это у нас вот семерка. Вот эта вот семерка, она чем характерна? В принципе, она чуть помягче, она такого же среднего строя и сделана для чего? Она в первую очередь сделана для работы с крэнками. Значит, если, как бы, у людей есть опыт новой головы, зачастую все складные ситуации, когда у вас идет поклевка, и поклевка холостая. Чаще всего это происходит из-за того, что спиннинг достаточно жесткий, и головы нормальные сесть, в принципе, не успевают. Вот здесь, за счет более медленного строя, шансов на то, что поклевка будет холостой, значительно-значительно меньше. Не надо пугаться этого строя. На самом деле, когда вы ходите на воду, все вот эти якобы ощущения того, что палка сцеплеват, они помогают сразу же. То есть, здесь тест у спиннинга от двух до семи грамм, и она уверенно работает практически с любыми кранками, включая диповые кранки, до семи грамм веса. Дальше начинаются более длинные, более жесткие модели. Меня тут сразу спросили, зачем сделано такое большое расстояние. Но, скажем так, вот у меня в руках 3.12, сюда уже может быть поставлена довольно крупная катушка. Вот, поэтому, чем больше расстояние от кольца до шпуля катушки, тем легче идет дальний заброс. Концепция дальнего заброса здесь сохранена, но спиннинги сделаны чуть-чуть побыстрее. Почему? Потому что тест 3.12, это уже упористые кранки, это уже упористые относительно крупные вертушки, и это возможно применение в более сетеных условиях. Поэтому нам нужен достаточно жесткий коммерческий, для того, чтобы брать рыбу, и при этом, соответственно, относительно мягкой вершиной, чтобы работать с минимальными весами. Тест 3.12, 3 грамма легко, 12 грамм, в принципе, тоже легко. Также, в принципе, вот этой моделью уже, 3.12, она более универсальна, тут уже можно рассматривать реально джиковый ловер. То есть, 3, ну, в идеале, наверное, 4 грамма минимальный вес, при котором его можно использовать именно для ловли на джик. То есть, в данном случае, как бы, Nord Stream пошел по своей стандартной схеме. Более длинные, более мощные лайты, они делаются уже чуть более универсальны. Ну и последняя модель. Последняя модель у нас 76-я. 76-я с тестом 4.15. В принципе, это более мощный вариант, более короткая 3.12. Упористые крэнки. Причем, опять же, из-за вот этого изгиба очень широкий диапазон работы по упористости. У нас нормально отрабатывают не сильно упористые приманки на минимальных весах. При этом, если мы ставим мощный крэн, там, условно говоря, МР-ку весом там в 14 грамм, спиннинг отработает нормально. Вот это очень важно, когда есть момент, когда есть довольно широкий диапазон по применению приманков. То есть, в принципе, большая вода, там, какая-нибудь верхняя Волга, вот, наверное, один из самых оптимальных вариантов. Когда мы можем использовать тяжелые вертушки, мы используем относительно крупные крэнки. При этом, если вдруг чего пошло не так, мы ставим вот маленькую приманку, там, и ловим то, что есть под ногами. Теперь по, вообще, по этой серии общие вещи. Аватар – это у нас концепция Genesis, то есть это средний класс. Здесь применены, как бы, топовые корейские припреди. Кольца стоят Seagite RS – это минимальная по толщине вставка, они максимально облегченные. Титан ставить не стал, вот, потому что, как бы, ну, цена вопроса будет уже совсем запредельная. А задача была именно получить цену примерно, там, в районе 11-12 тысяч, что у нас, собственно говоря, и получилось здесь. Кольца на высоких лапах – все оптимизировано под максимальный дальний заброс. Но, в отличие от, как бы, многих конкурентов, вот этого ярко выраженного Fast Troy, который, на самом деле, зачастую, мешает, да, именно при ловле на течении упористыми приманками, здесь этого нет как класса. Я думаю, это будет вполне достойная замена Areal. Дальше у нас идет интересная очень серия. Серия называется Proxima. Три модели – 7-21, 10-28 и 12-42. Вот, то есть, в принципе, все классика жанра. Строй – классический среднебыстрый. Спиннинг в первую очередь сделан под джиговую и колебалочную ловлю. Но, но, из-за того, что вершина немножко более жесткая, чем они обычно делают в стандарте, в принципе, можно подергнуть веблера. Наверное, не по максимуму теста, естественно, но какой-то твичинг с ней возможен. Чем серия интересна, тем, что это, на самом деле, четырехчастник. Вот, то есть, вот они, четыре части. Четыре части, которые вполне себе нормально помещаются в чемодан. При этом, как бы, когда берешь ее в руки, то, что это именно тревел, то, что это многочастник, ну, не сильно понятно. Палка имеет четкий, понятный, внятный строй. Строй продуманный. Строй не то, что так получилось, потому что много стыков. А именно то, что надо для ловли джигом, колеблом. Ну, вот, отчасти, как я сказал, уже твичингом. Вот, спиннинги эти я погонял… Если, как бы, аватары я тестировал здесь у нас, в России, то вот это вот как раз на море я их очень интересно гонял. Ну, вот, не надо же там рыбки половить немножко. И джиг, и твич, и отводной. Ну, вот этот стандартный такой морской набор. Джиг, правда, был довольно тяжелый, там глубины были большие. Вот. Чем характерно? Как, опять же, это серия Genesis. То есть, у нас здесь идут топовые корейские припрыги. Ультра-микро-пичинг, как на спайкере. Вот, кольца Seagite. Держак, естественно, Fuji. Ну, и вот, скажем так, сделали такую красивую, относительно универсальную, но больше в плане джига, палку, которая позволяет, как бы, использовать ее под разные приманки в разных местах. Кинули в чемодан и увезли куда-нибудь. Proxima, опять же, название не просто так. Это у нас же считается самая ближняя звезда. То есть, до нее далеко-далеко, но она самая ближняя. Вот, как бы, это примерно то же самое, когда выйдем на рыбалку. Далеко. Вроде оно, как бы, вот и достижимо, но далеко. Вот. И чтобы не мучиться с перевозкой тубусов, там, и прочих дел дров, не попадать на дополнительные деньги в самолетах и вообще испытать минимальные неудобства. Вот для этого, собственно говоря, сделана серия Proxima. Ну и, наверное, последняя новинка. В прошлом году мы презентовали серии BeFrost. BeFrost было всего лишь три модели. Два была, это ультралайты, одна была тревел. Ну и по многочисленным просьбам рыболов мы добили линейку обычных спиннингов, не тревелов, двумя моделями. Первая модель, это с тестом 3.12 и длиной 732, то есть 2.21. И вторая модель, это уже длина 7.62, 2.29 и тест 4.16. Теперь, значит, чем характерно? То, что я говорил об аватаре, как бы, это все верно для корейских припроектов. Что у меня получилось сделать уже на серьезных крутых митсубейских припроектов? Спиннинг получился, как бы, и сделал быстрее чуть-чуть. Есть вот такой некий универсализм, как то же самое, что и у более младших BeFrost. То есть, хочешь джиг, хочешь крэнк, хочешь колебло. Но при этом, невзирая на относительно мягкую вершину, он работает во всем диапазоне своего, собственно говоря, теста. То есть, ставим мы 3 грамма ловим на джиг, ставим мы 15 грамм и гоняем тяжелый упористый крэнк. В принципе, конечно, наверное, 15 граммовый упористый крэнк на сильном течении, это будет перебор. Но если течение не сильное, либо там не настолько сильно упористый, то есть не ДД вариант, то вполне все это попадает в его тест по возможности ловить. Спиннинг позиционируется для дальнего заброса, объемных упористых приманок и для вываживания достаточно серьезной рыбы. То есть, понятно, что как бы мелкий он не сольет. Вот смотрим строй, нет ярко выраженного как бы зоны напряжения, когда у нас вершина согнулась, а дальше это стало полным. Ну, что характерно для бюджетных или условно бюджетных вариантов, сделанных на корейском прибрыге. Вот, здесь этого в принципе нет, нагрузки идет равномерно, то есть рыбу мы в принципе не сливаем. При этом контроль над вываживанием, контроль грамотный заброса, ну и собственно говоря дистанция. Дистанция заброса очень-очень хороша, то есть можно спокойно махнуть. Здесь в принципе очень похоже по концепции на аватар, хотя честно говоря аватар похож на бифрест. Сделано для чего? Для того, чтобы не надо было выпрыгать из штанов, если мы хотим забросить подальше. По общей схеме все повторяет бифрест, единственная разница, первое кольцо вот это входное, оно стальное. Для чего? Ну потому что цена уже у нас получается в районе там 21 или 22 тысяч, не дешевая. И увеличивать цену еще вот на это вот титановое кольцо, которое здесь абсолютно не нужно, мы не стали. Мы сделали первую сталь, дальше вот там где титан именно нужно, у нас стоит титан. Собственно говоря спилинг идет на условную замену серии провокатор. Ну а что лучше, как бы наверное сравнят те, у кого есть провокатор и у кого будет шанс половить этим бифрестом. Палки и соки немножко разные, у провокатора поймете вершинка. Здесь уже более универсальная, здесь уже позволяет ловить на разных ремах. Собственно говоря по новинкам это все. Ну а что?